Стальной хват России. Еще раз привет. 8 сентября. Воскресенье. На часах ровно 3 часа дня. Выполнили много работы. С троечкой тут позакрывались. Попробовали. С карты не пошла, но это временно. Главное, Олег с блока закрыл 40-го. Откалибровали ее тут же. В общем-то, усадка произошла. Видимая, заметная. Но это все для понимания. Основной направленность нашей группы это развитие бендинга. Разгибание материалов, металлов разных. Олег хочет попробовать. Это он не гнул. Фактически это целевой очередной пруток. АИСи 321 АИСи 321 на 160. Специально подложил на 155. В свое время Олег дошел до 10,5. Ну, 10,3. Затем спустя там большой промежуток времени приехал Анатолич. С 10,3 долгнул до 75. Сегодня Олег зашел в шестерку, в 55. Но в пятерку заходить с таким материалом смысла нет. я сейчас возьму магнит покажу. Видите, да? Вот так. Все готово. Все готово. Берем, пробуем. Попробуем в одну сессию, естественно. Конечно, всегда мы пытаемся это сделать. Почему приходится по несколько фильмов? Ну, потому что материал и размеры очень суровые. Наматывали на девятку, кстати, на кругляк. Покажу вам. На кругляк девятку. Потому что по граням 8,9. Шестигранник. Поэтому как раз все, в общем-то, и получается очень. 40. Намотка получилась. Ну, будем попробовать. Понятно, что надо быстро попытаться дойти до прямого, до перехода вот этого надожим. Если будет задержка, задержка скажется на цены айси. А потом еще и депривация. Привет, земляк. Погнали наших городских. Отлично. Ну, наверное, сразу по плоскости все равно пошел. По грани-то его поймать невозможно. Не старался. Да. Вот такой примерно отгиб был и на 155 земляка. Я посмотрел видео вчера серьезно он догнул, но с дожимом наращивать массу надо будет. Еще и килограмм 50 добавит и давай. Вот так вот и хорошо. Ну, ты поясняй, чтобы люди знали, что это серьезная вещь. Ребят, это 304 айси с добавлением титана. Она становится названием айси 321. Титан в чистом виде пробовал Анатолич. Забава эта кончилась хорошо, слава богу, но он взорвался. Шестерку мы пробовали, семерку. Там очень туго все. Вот так вот надломчик. Отдохни. Отдохни. Нам все главное не спешить некуда. сейчас сейчас я градусы посмотрю. Итак, и так, и так, 30, 40, ну где-нибудь 45 градусов, да? 5 градусов. Может ли, 30 нет? А? Не, ну я же измеряю. Не, больше 30 и 100 процентов. Земляка вчера после трех было 60, но он сейчас в теме. Ты тут со спиной маялс. спешить не надо. На целевых ребята прутках это все нужно дать восстановление какое-то. Обязательно. Давай! Давай! Вот так вот. Уйдет помаленько. Такое ощущение, что он влево пошел. Не? Вот ты пальцем сейчас держишь. Ну давай, посмотрю я. дай посмотрю. надо снимать. Ну да. Если только в общем-то под 50. Под 50. А? Ну да. Давай вот так померим. Ну да. Под 50. Вот она 40. А он 50 видна. как раз она по линии. 50 градусов. Ну главное Олег знает, что в общем-то 155 проходимо в дожиме. Тут самое главное не потерять силу. в чем дело. Так солевой пруток солевой пруток. Сейчас силы брошены будут на переведение в дожиме. Дожимал то 155 на свежака. Вот так вот сильный подлом был. Это был сильный подлом. Покажи какой угол. и так покажи. Ну у нас авто 70 точно есть. Ну да. За 60 за 60 Вот такая железячка AC 321 на 160 миллиметров. Сейчас вот здесь 60 там 5 до 90 они самые такие силовые то есть организм больше всего может давление создать самое удобное. Тяжело сломать до 30 тяжело пройти 90 эти две фазы сейчас будет фаза такая не самая тяжелая но на балансе сил как они остались сколько их есть. провал нет идет примерно одинаково ну ты теряешь силу а пруток ничего сил не теряет отгибается да покажи вот так я наведу почти вот так ребята поймать граню шестигранника слишком тяжело у квадрата еще куда не шло он просто сразу выходит сам даже на грань потому что легче ему сгибаться а тут первым кинком раз вышел на плоскость и уже погнал есть прямая нет почти потому что тут из дуги непонятно ну да фактически ну точно больше 80 если там 88 ну почти прямой вот сейчас надо уходить уходи домой да я тебе сегодня прислал анекдот прием на работу нанимается по продаже специалист девушка принимающая на работу говорит попробуйте продать мне мой ноутбук человек забирает ноутбук выходит в коридор и уходит из здания приходит домой и раздается звонок верните мне мой ноутбук 200 долларов и он ваш и он давай 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 посмотрим расстояние аккуратно чуть-чуть прошел так ушли ушли за прямой маленечко но ушли вот 90 там 2 93 градуса и расстояние чуть более 11 11 12 вот сейчас я все убираю измеритель потому что уже нам нужно будет прожать хотя бы в десяточку с десятки уже можно сил много тратить нельзя 160 а 160 321 08 там х18 н 10 т марка погнали проскочил поддержка лежит 155 давай братана ко мне смотрите всегда на свое самочувствие если что-то там заболело еще что-то это дело прекращать смотрим опс опс прямо радует звук вот 10 половины 10 с половиной ну естественно угол уже можно попробовать толкан попробуем давай да угол острый уже такой угол где можно попробовать атаковать ребят конечно там менее 10 желательно когда угол будет острее но сейчас может большой расход сил пойти если заводить его в десятку а вот если сейчас Олежка а он знает он толкает 155 значит на 160 у него должен быть запас сил на 7 да на 7 но нет но тем не менее тем не менее главное сейчас вот этот момент поймать и пройти хотя бы полтора сантиметра чтобы уйти к 9 и ниже тогда можно уже будет давай Олега все в одной фильме бери хорошо пошел 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 но видно ох блин ребята сам ломаешься до было 10 с половиной вот она меньше десятки то есть был толчок дан отдыхай отдыхай то есть угол уже достаточно острый точно даже мной чоповый но ищи 321 раз такая конечно мощная очень и очень мощная естественно будем главное зайти в 6 то есть мы не собираемся калечиться в 5 если хорошо идет есть желание у того кто это делает запусть заходит в 5 в 4 в 3 вообще сам прикасает но так как это дичайшая пружина там после 5 даже ближе к 5 уже просто съезжаются ручки соприкасаются обратно возвращаются то есть ломать надо фактически его основание вы понимаете да то есть здесь 160 тяжело на концах сдвигать а вот здесь ломать ну как-нибудь лет через 100 все есть ладонь просто помет все конечно открывается 11 ну сделал самое главное вы слышали он сказал Олежка он это Олежка силу то есть больно ладоням этого никуда никуда не деться такие вот чопы не были чопы приходится делать бетонные иначе мягких то вообще ловить нечего вот так вот вот так ребят вот так ну покажи мне его давай порадуем Кенигсберга Кенигсберг восьмерочка 8 сантиметр прошли 8 8 ну теперь уже намного легче ну значит и 155 в общем-то земляк проходим и 155 вот запасец сил правильно ты говоришь что масса тут влияет Олежка да Олежка вот за сотку слегасика весят поэтому есть объем мышечный балаконный чтобы это все дело протянуть тут когда масса то 80 килограмм сейчас то еще и поднабрал хоть немножко уже 260 его сложил сейчас такого нормального даже не рука в руку потому что я вам ребят скажу что еще у нас есть в запасе для показа вам Олег хочет закрыть тор ведь он он сам не ожидал что так сказал а это было сказано пошел 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 ну ну рука в руку можно да 7 сколько ломаешь где-то минут 15 14 15 да ребят затяжные видео ничего не сделать тут и вырезать тут ничего нельзя вырезать поэтому 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 что крепитесь если есть желание смотрите я вот стараюсь вас чем-то увлечь в момент пока мы отдыхаем тут да меньше 7 ну 7 или меньше самое главное берегите свои руки берегите кожу потому что все эти надрывы все эти пересохшие кожи это все приводит тому что вы не можете ничего делать не поднимать не закрывать не ломать ну только если в шахматы играть давай Олег Викторович камон камон давай 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 ну-ка покажем очень хочется матом матом не будем мы ругаться ребят ну Олег сам примет решение все то он зашел он зашел в шестерку то есть выполнено условие а мы это уже давно обсудили поднимать вопрос мы не собираемся зашел в шестерку айхи 321 побеждена через чуть более 15 минут на 160 всем желаю дойти до сгибания вот именно такого металла в такой длине это очень жестко очень жестко вот сверху лежит на 5 миллиметров короче и там уже паника на титанике анатолий согнул на 150 рассказать могут только да не наверное два человека олег и земляк что такое на 150 причем в пацах непонятных отсутствующих еще даванешь да слышите это пожелание вот личное олега еще давануть то есть все тут пройдено но есть желание пусть давит хоть до сантиметра торта я все равно пока он закроет не отпущу штор обещал закрыть мне сказал выставляешь пластилин на 5 миллиметров я думаю что в это позайду позицию я предупреждал что рекорд у Кириллова 14 это не останавливает Олега Викторович 5 ну 5 значит 5 будем давить 5 миллиметров пластилина конечно все я сниму ребят вам покажу скажу недавно заезжал Анатольевич надавил 2 сантиметра 20 миллиметров это 150 килограмм 5 миллиметров мы спросим вот у этого человека у Олега Викторовича как это сильно ну что есть желание все таки как то попытаться близко ну давай что-то отпружинил не знаю ну так все может ну как зашел ты еще глубже 55 55 ну вот срабатывает тут инстинкт убийцы вроде бы зашел в 6 значит могу зайти в 5 хотя ребят очень очень с нержавейкой эти фокусы ну есть желание в 5 ну давайте давить надо выше понятно что давить надо в основании сгиба чтобы сломать в 5 IC321 на 160 расстояние 55 молодец ну ты как бы как старый боксер ты любишь Анатолий специалист поэтому он так иногда себя бьет так сильно что ищет этого человека кто так ударил ну перетерпи вот так если хочешь пятерочку это специально для земляка для себя снова земляк видишь вот что это как называется приучили так с самого начала терпи это очевидно есть значит это будет у нас 53 где-то 54 миллиметра но вот он ставим на 155 а слева то что сломал Олежка и опять один в один держи один дожал на 155 айси 3021 а второй сломал полностью в одной сессии долго но ребят дерзайте пробуйте здоровья вам всем добра мира в семьях финансовой стабильности чтобы хватило купить айси 3021 и сломать на 160 всем пока пока